Я много раз уже говорил, что звук энергетически воздействует на тело, а дыхание позволяет управлять энергией. Но есть еще один важный компонент, который задействует наш Дух Шень, говоря по-простому, наши сердце и разум, наши чувства и мысли. Считается, что Дух управляется, а Цин управляет материю. В медитациях используется визуализация, дыхание, иногда звучание. Если вы пробовали медитировать или хотя бы хотели этому научиться, пишите в комментариях и ставьте лайк этому видео. Многие люди столкнулись с медитацией, но знают довольно поверхностно, особенно в отношении медитативного исцеления. Как и с дыханием или звучанием, почти невозможно найти соответствующие школы, где можно целостно и системно разобраться в этом вопросе. И еще хуже то, что есть настоящие разрушители мозгов, настолько низки знания, качество метода и подход к обучению медитации. Ведь при неправильном подходе и применении это может быть даже и опасно для душевного и иногда даже физического здоровья. И также малосоответствующие школы, которые дают полноценную информацию, чтобы разобраться в вопросе медитации целостно и применять этот мощный инструмент осознанно и с пониманием дела. Сама медитация подразумевает контакт с душой и беспристрастное наблюдение глазами души, собственных тела с его движениями и ощущениями, эмоций, мыслей и видений. Большинство предлагаемых методов являются условно-медитативными с точки зрения использования приемов для развития концентрации и фокуса внимания. Но сама медитация невозможна без контакта с душой, как невозможное исцеление. Каждая клеточка нашего организма изначально наполнена светом души, и тогда она точно знает, как наилучшим образом функционировать и регулировать свое состояние. Здоровая клетка всегда наполнена светом, а больная клетка всегда наполнена тенью, сумраком, тьмой. Вернуть свет может только контакт с душой, поэтому для исцеления критически важно медитировать. Но контакт с душой важен не только для здоровья, но и для самой жизни. В контакте с душой несложно понять, кто вы настоящий, зачем вы здесь, в чем ваше предназначение жизни. Без этого главного вектора жизни нет внутренних мотивов совершенствоваться, развивать добродетели или хотя бы поддерживать и повышать уровень своих физических сил и способностей. Гораздо легче поступаться с совестью или вести праздный или, что еще хуже, саморазрушающий образ жизни. Человек – существо не только физическое, но еще и в первую очередь существо духовное. Нам даются способности и силы, прежде всего, для решения задач нашего духовного развития. Но для многих людей сегодня это либо абстракция, либо вообще несуществующие понятия. И главное назначение медитации – это духовное пробуждение, развитие и реализация. Но в медитации при правильном обучении и применении есть еще и довольно интересные и полезные побочные эффекты. Это обретение внутреннего мира и покоя, психическое и физическое исцеление, долголетие, ясность ума, гармонизация энергии. Это не является целью медитации, но всегда сопутствует практике медитации. И если духовная реализация не привлекает из-за непонимания, что это и зачем, то побочные эффекты могут для начала стать стимулом знакомства с медитацией. В любом случае, медитация – это техники, умения и навыки, которыми следует овладеть. Есть множество методов и целые процессы, как можно это сделать. Но в случае болезни посылать человека сначала обучиться и овладеть за много лет, и только потом, было бы неправильно. В медитациях есть много эффективных техник и методов, которые изревле использовались для исцеления. Поэтому я решил создать медитативную аптеку, в которой представлены направляемые моим голосом медитации, и которые можно сразу без особой подготовки и довольно точно, целенаправленно использовать для исцеления вполне конкретных проблем со здоровьем. Есть медитации на дыхание, со звуком, с визуализацией. Такие направляемые медитации могут подойти и для новичков, и для опытных практиков, незнакомых с практическими аспектами медитации, направленных на оздоровление и исцеление. Если, конечно, далее возникнет интерес к главной цели медитации, как средства для духовной реализации, то можно будет подумать о школе медитации. Довольно часто человек не может исцелиться из-за возбужденности, эмоций, беспокойства ума, отсутствия связи с собственным телом, загрязненности энергетического поля. Все эти проблемы могут решаться с помощью исцеляющей медитации в медитативной аптеке, где собраны медитативные практики из арсенала Академии Киайда. Если хотите подробнее разобраться в том, как управлять здоровьем простыми, доступными каждому человеку способами через медитацию, дыхание, звучание и так далее, регистрируйтесь на День открытых дверей прямо сейчас. Нажимайте на слово «Еще» под этим видео и регистрируйтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!